Как театр начинается с вешалки, так и экскурсия для старшеклассников Самарской школы-интерната номер 17 началась в вестибюле. Заслуженная артистка Самарской области Наталья Носова, которая выступила в роли экскурсовода, рассказала школьникам о здании, в котором сейчас находится театр Самарская площадь, и историю, откуда взялась фраза про вешалку, ведь на самом деле Станиславский ее не говорил. В ответ на поздравление работников МХТ с 70-летием, именно технического персонала, обслуживающего, он ответил, что спасибо, от вас мне особенно приятно поздравление, поскольку наш театр отличается тем, что зритель, его посещение театра начинается именно с гардероба, со входа, именно вы первые встречаете зрителей. Или как вы их встретите, такой и будет у них в памяти вот лицо театра. Театр Самарская площадь впервые провел для школьников экскурсию по закулисью. На самом деле зрителей на сцену никогда не приглашают, но в этот раз сделали исключение. Старшеклассникам показали, как устроено закулисное пространство, как устроен свет и откуда идет звук. А также раскрыли некоторые секреты о том, как добывали реквизит. Например, венские стулья, которые изготовить непросто. Мы их собирали, знаете, по старым домам, когда не нужно отказывать. И некоторые, я вам открою сейчас большой-большой секрет, некоторые стулья мы утаскивали в помоек. Павел Скрябин служит в театре почти 10 лет. На сцену выходит не только в качестве актера. Работает еще и монтировщиком сцены. Самое интересное за кулисами, это, наверное, устройство сцены. Есть спектакли, где, допустим, большое количество декораций, один из них – ревизор, на постановку которого требуется от 4 до 6 часов, например. Есть такие спектакли, которые можно поставить и за 2 часа. То есть, по-разному, в зависимости от количества декораций. Провести экскурсию по за кулисью для подростков с ограниченными возможностями здоровья попросила руководство школы-интерната. Дети сами участвуют в школьных постановках. А потому им интересно, как готовятся к спектаклю профессиональные актеры, осветители, звукорежиссеры. Руководство театра охотно согласилось. Ведь сейчас проходит всероссийская просветительская акция «Знания. Театр». Светлана Тимофеева, Игорь Казановский. События. Продолжение следует...